Самый крупный пожар за историю существования лесополосы в УЧС Караганды рассказали о возможных причинах вчерашнего пожара близ улицы Осевая. Что помогло переломить ход тушения, какую роль в этом сыграли вертолеты МЧС и будет ли возмещен ущерб пострадавшим дачникам. Ирина Вобещевич с подробностями. Если брать статистику, то за 15 лет на территории города Караганды это самый большой пожар. Почти треть территории лесопосадки в районе Кирзавода-3-4 выгорели за один день. Это стало огромной и невосполнимой, по крайней мере, в ближайшие годы потерей. Пожар этого 2022 года охватил 70 гектаров посадки. Из них 40 были покрыты в основном соснами. Пожары, по словам спасателей, в этой посадке случались почти каждый год. К примеру, в прошлом году горело 4,5 гектара. И это в десятки раз меньше, чем в этом году. Погода сыграла злую шутку. Жаркие, засушливые дни способствовали возникновению. Шквалистый ветер с порывами от 7 до 10 метров в секунду разносили пламя по макушкам деревьев. От этого пожар называется верховой. То дерево, которое посадили 20 лет тому назад, та же самая сосна, 20 лет за ней ухаживали и выращивали, она сгорает во время пожара за 2 минуты. Буквально за 2 минуты сгорает то, что люди делали 20 лет. Для информации, в этой посадке самые взрослые деревья были высажены 55 лет назад, а самые молодые – 33 года назад. Вместе с деревьями погибло все живое, и это вряд ли кем-то будет оценено и подсчитано. Сам пожар начался вблизи дома номер 1 в 12.02. По запаху гари жители города ощущали масштаб происходящего. Все силы и средства были брошены на тушение. Тушили как спасатели, военные, работники лесхоза, так и другие организации и дачники. В 17.45 была объявлена локализация пожара. То есть с 12 до 17.45, вот эти вот 5 часов 45 минут, предпринимались все меры для того, чтобы локализовать этот пожар. Вчера работало два вертолета. Один был задействован на разведке, то есть на оценке обстановки, а второй был задействован непосредственно на тушении пожара. Вертолет-борт прибыл с города Нур-Султан. Помощь была его неоценима. Он 21 сброс сделал, 21 сброс. Каждый сброс – это по 3 тонны воды сбрасывают. Чем удобно использование вертолета, он может подлететь именно непосредственно к очугу и сверху сбросить 3 тонны воды. Это, естественно, сыграло немаловажную роль. В районе посадки находится около 13 дачных обществ. 1089 дач. Все они находились под ударом во время пожара. Но без ущерба не обошлось. У нас сгорело 6 дачных домиков. Из них 5 действующих, 1 недействующий. Кроме того, на территории 7 дачных домиков сгорело 15 хозпостроек. По возмещению ущерба. Данная ситуация, она относится к чрезвычайной ситуации, то есть лесной пожар. По возмещению ущерба того, сейчас работает комиссия, она определяет, какой ущерб был причинен кому и какой ущерб был причинен. По законодательству, по закону о гражданской защите, если это все, что сейчас там сгорело, будет относиться к объектам недвижимости, зарегистрированным объектам недвижимости, то тогда ущерб восстанавливается. Если пристройки не зарегистрированы, это возмещение ждать не стоит. Если комиссия выявит, что причина пожара была техногенного характера, то есть кто-то приложил к этому руку, то в судебном порядке причинитель ущерба будет возмещать ущерб. В ином случае государство должно компенсировать. Предварительная причина – открытый источник. Это могла быть спичка сигарета, сжигание мусора, шашлыки. Спасатели в очередной раз призывают взглянуть на масштаб последствий, беспечности и халатности населения.